Всем привет! Меня зовут Дмитрий Головин, я преподаватель по гитаре в музыкальной школе «Виртуозы». В профессии больше всего нравится видеть огонь в глазах учеников, которые приходят на уроки, узнают что-то новое, играют свои любимые песни, новые композиции, новые навыки, новые техники. Гитара всегда была дома с самого рождения, она вот так мирно стояла в углу, и я иногда пытался на ней играть. Но больше всего, наверное, сподвигло то, что в музыке, которую слушал, всегда была гитара, ну в первую очередь электрогитара, всякие металлика, там вот такие AC-DC, все, что многие любят. Помимо нейронных связей и координаций, конечно же, здесь социальная польза максимально можно проследить, потому что если ты можешь взять гитару, сыграть несколько песен и спеть их, то ты просто душа любой компании, любая вечеринка твоя. С новичками мы, конечно же, идем от самого легкого, начинаем с самого простого, чтобы у человека сразу получились какие-то звуки уже извлечь из инструмента, и потом потихоньку, потихоньку, шаг за шагом мы усложняем эти композиции, песни, мелодии. У опытных, особенно у самоучек, чаще всего есть какие-то пробелы в знаниях или какие-то недочеты по техникам, которые мы в первую очередь, конечно же, исправляем. Опытным ребятам, конечно же, всегда интереснее изучить что-то посложнее, какие-то новые техники, новые стили, новые жанры, новые приемы игры. Этим мы и занимаемся на уроках. С детьми самая главная задача у меня — это вовлечь их в процесс, чтобы все внимание было сконцентрировано на инструменте. Это, конечно же, достигается через любимые мелодии. Я узнаю, какую музыку вообще человек слушает, что ему нравится. Подбираем репертуар, и человек потом просто не оторвается от инструмента. Все возможно. Главное — искренне любить музыку, уделить внимание инструменту, уделить время. И на самом деле не думать о деньгах, они придут потом. Больше всего нравятся ученики, которые заинтересованы процессом, естественно, у которых вот тот самый огонь в глазах, которые погружены полностью в музыку, в инструмент. Может даже не обязательно только гитару, могут еще какие-то инструменты осваивать. Делают домашку, и чаще всего приходят еще с вопросами. Так, а я вот это попробовал, у меня что-то не получилось, расскажи, покажи, как это делать. Вот с такими всегда, естественно, процесс идет лучше всего. Однажды пришла девушка по имени Саша. Ей очень нравился русский рок, прям вот все песни, она их все знала наизусть, она все их могла спеть от начала до конца. Занималась каждый день, то есть у нее каждый день было заснято какое-то видео, как она играет, что-то пытается отработать, перестановки аккордов там и так далее. Вот, и, соответственно, за счет такой стабильности буквально за несколько месяцев мы уже перешли на довольно сложные композиции с барре, с переборами. В общем, вот так. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ